Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его стихи по-прежнему живее всех живых. В столице региона пройдет ледовое шоу, посвященное культовому барду, поэту и композитору Владимиру Высоцкому. В бюджет Самары на 2022-2024 годы вносятся изменения. Средства поступят из вышестоящих бюджетов. Об этом говорили сегодня на заседании Городской думы. Там же почетным гражданином города выпрали композитора Дмитрия Шостаковича. Обо всем подробнее в нашем сюжете. В бюджет Самары вносятся изменения. В текущем году он пополнится на 203,5 миллиона рублей. В ближайшие два года поступит еще по 198 тысяч. Все средства будут направлены из вышестоящих бюджетов. Об этом говорили сегодня на заседании Думы городского округа Самары под председательством Алексея Дегтева с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В итоге доходы бюджета на 2022 год составят 42 миллиарда 932 миллиона рублей. Дополнительно полученные средства будут направлены на приобретение квартир детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание автомобильных дорог. Также предусмотрены средства на витаминизацию горячего питания учащихся с 1 по 4 класса с 1 октября текущего года. Пополнилась казна города. Очень приятно, что все это произошло в преддверии дня города, дня рождения. Традиционно все изменения, когда рубля до копейки, носят социальный характер на поддержку, как и юных самарцев, скажем, с 1 октября до конца финансового года. Этих изменений хватит на то, чтобы проводить в рамках горячего питания, бесплатного для детей начальной школы, 1-4 класса, витаминизацию. Это уже стало традиционным, но, как понимаете, требует финансовых ресурсов и затрат. Но это очень важно, особенно в период осени, уделить внимание, так сказать, дополнительно здоровью детей. Традиционно поправки в бюджет у нас в основном учитывают средства, поступающие из вышестоящих бюджетов, и также традиционно все это имеет социальную направленность. Сегодняшние поступления, в частности, направлены на приобретение жилья для детей-сирот и отселение жителей из ветхого аварийного фонда. Ну, также часть средств будет направлена на содержание дорог. Накануне Дня города список почетных граждан Самары пополнился еще одним именем, теперь их 68. Самарская организация Союза композиторов России выступила с инициативой о присвоении звания почетного гражданина Самары знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу. Предложение было вынесено на обсуждение городской думы и поддержано единогласно. Это архиважный вопрос, и я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех нас, жителей региональной столицы, Самары, с тем, что у нас сегодня решением думы утвержден почетный гражданин городского округа Самары Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Те годы работы здесь, в Пуйбуши, находясь в эвакуации, человек, который прошел и блокадный Ленинград, и своим оружием, нотным станом, как говорится, своей музыкой, просто громил фашистскую нечисть. И завершенная здесь Седьмая симфония, исполненная, конечно, для нас, самарцев, куйбушицев, это большое достояние. Знаковым событием это стало и для Самарского отделения Союза композиторов России, поскольку одну из старейших организаций создал Дмитрий Шостакович в декабре 41-го года. Для нас это имя дорого, и всю свою деятельность мы, конечно, уделяли огромное внимание тому, чтобы имя Дмитрия Шостаковича осталось в истории нашего города важным, значимым, и чтобы Россия, страна, знала то, что было в Куйбышеве, в Самаре в те годы, когда Дмитрий Шостакович был здесь, когда он закончил Седьмую симфонию, когда Седьмая симфония была 5 марта 42-го года впервые исполнена, это была мировая премьера этого грандиозного сочинения, и подобной премьеры в мире не было. Это очень важное событие, событие культурное, но оно имело огромное эмоциональное значение для людей всего мира в борьбе с фашизмом. В Самаре Шостаковича помнят и гордятся тем, что в годы войны он жил и творил на Волжской земле. В городе есть улица имени Шостаковича, его памятник ежегодно проходит фестиваль «Шостакович XX век», и присвоение ему звания почетного гражданина города – это еще одна дань благодарности и уважения величайшему гению нашего времени. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Тем временем строительство станции метро «Театральная» вошло в активную фазу. Сейчас подрядчик занимается переносом инженерных коммуникаций с тех мест, где в дальнейшем будут рыть котлован. Наша съемочная группа побывала на месте будущей подземки, и я расскажу подробности. Процесс переноса инженерных коммуникаций – один из важнейших видов работ в рамках строительства новой станции Самарской подземки. Здесь, рядом с площадью Куйбышева, где расположится «Театральная», проходит множество сетей водоснабжения и водоотведения, электрические кабельные линии и кабели связи, сети теплоснабжения и газовые магистрали. Скорректировать расположение этих коммуникаций необходимо, чтобы не нарушить инфраструктуру города. Здесь, в историческом центре, находятся не только жилые дома, но и крупнейший в Самаре театр – опера и балета. Сейчас в сквере на пересечении Галактионовской и Вилоновской специалисты занимаются переносом теплосетей, при помощи которых в учреждения культуры поступает горячая вода и отопление. На сегодняшний день подача осуществляется штатно через улицу Рабочую. Этот нужен вынос коммуникаций для проходки из самого туннеля дальнейшего, который будет служить как туннель метрополитена. Мы работаем по тех условиям, которые выдали ресурсоснабжающие организации. Они обследовали свои сети и дали тех условия на вынос данных сетей. Казалось бы, такая масштабная работа приносит некоторые неудобства, но жителей это не пугает. Главное, чтобы долгожданная станция метро наконец открылась. Я езжу в Безымянке и, естественно, на метро Победа сажусь, здесь выхожу на работу. Это просто будет супер счастье. Конечно, метро – это прекрасно. Вовремя приходит, вовремя приходит, тогда не будешь опаздывать никуда. Одновременно с подготовительными работами в районе перекрестка Галактионовской и Вилоновской специалисты трудятся в сквере на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Предстоит прокладка водовода. Там сейчас разбита трасса под вынос и прокладку водовода, которые подойдут, если будем говорить, к забору, который со стороны Красноармейской. Дальше потом будет горизонтальное наклонное бурение, будут тащить 1200-1100 трубу в виде гильды, и потом в нее протаскивать водовод. Это второй этап по этому работу, по этому скверу. При этом подрядчику поручили максимально сохранять все зеленые насаждения. Ни одно дерево не должно быть спилено, а после работы газон и автополив необходимо восстановить. На перекрестке Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время выполнят горизонтальное бурение в рамках выноса газовой трубы среднего давления. А после переноса водовода и теплотрассы службы займутся и электрокабелями, которые проходят под дорогой на Вилоновской. Затем аналогично вынесут коммуникации по Галактионовской. Причем планируют все сделать синхронно. Работать будут открытым способом, то есть выруют котлован. Дорожное движение не остановят, но полосу немного сузят. После этого мы переходим на вторую полосу, которая по улице Вилоновской. Там идет вынос водовода. Потом продолжение работы дальше, потому что по электрокабелю, который в данной ситуации. Потом мы полностью перекрестся к Вилоновской, закрываем асфальтом, верхним слоем. Это мы сделаем, я думаю, 15 октября. После окончания этих работ специалисты продолжат заниматься водоводом, который идет от улицы Вилоновской в сторону 153-го дома по Галактионовской, по нечетной стороне. Коммуникации там перенесут открытым способом. Также нужно будет переключить все дома, которые находятся на этом отрезке. Кроме того, в ближайшее время вынесут ливневые коллекторы в районе улицы Полевой. В сентябре планируется закрытие улицы Новосадовой от улицы Первомайской до Полевой. Также напоминаем жителям расселяемых домов, что с 5 сентября в администрации Ленинского района работает кабинет, где юристы и специалисты в сфере жилищного строительства бесплатно консультируют самарцев, проживающих рядом с будущей станцией метро. В приоритете адресный, индивидуальный подход к каждой семье, чтобы жители исторического центра города взамен прежнего жилья получили новое, такой же или большей площади. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре на финишную прямую выходит подготовка к предстоящему отопительному сезону. Об этом рассказали сегодня на еженедельном заседании специального городского штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Как заверили в профильном ведомстве, модернизация теплотрасс идет в штатном режиме. Сейчас подрядчики активно трудятся на восьми дополнительных участках. Владимир Василенко рассказал, что эти теплотрассы ремонтируют с небольшим опережением графика. Перекладки труб на 12 первоначально запланированных объектах по большей части завершены, и осталось всего два участка. Это по части Кирова есть, это по паропроводу, и который касается у нас, Московского, Маломосковского. Вот эти два объекта, все остальные дополнительные объекты, восемь, которые на сегодняшний день в работе. И то мы по монтажной схеме ставим задачу подготовить край, это 15 числа. Кроме того, вице-мэр пояснил, что никакие работы не повлияют на своевременный пуск отопления. На штабе речь шла также о жилищном фонде. Он по оценкам экспертов в высокой степени готовности к отоп-сезону. Напомню, что согласно нормативным требованиям, отопительный сезон начнется, когда температура воздуха не будет превышать 8 градусов в течение пяти дней. Любовь к стране начинается с любви к своей малой родине. Об этом говорили на заседании общественной палаты городского округа Самара с участием главы города Елены Лапушкиной. Патриотическое воспитание – важная составляющая формирования личности. Руководитель комиссии по развитию здравоохранения, культуре, спорту, здоровому образу жизни общественной палаты города Алла Шахматова предложила ввести в школах изучение творчества нашего земляка, поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина, который воспевал любовь к Волжской земле. Прославлял в своей поэзии Самарскую Швейцарию, село Ширяево. Мало кто знает, даже из наших жителей, что в нашем селе Ширяево родился великий русский поэт Александр Абрамов. Это практически единственный из поэтов, который взял псевдоним место, где был дожден Александр Ширяевец. И вся его поэзия, все его творчество как раз было направлено на двой в просьбе. Его даже в 1917 году современники обвиняют в личном патриоте. По инициативе комитета 24 сентября для школьников Самары, которые увлекаются литературой и творчеством, побеждают в конкурсах, будут организованы выездные уроки литературы и патриотизма в селе Ширяево. Там учащихся ждут лекции и активности. Такие поездки станут регулярными. Побыть с главой города на одной волне. Самарские школьники, лидеры самоуправления в своих учреждениях стали участниками акции «Поделись своим знанием» Всероссийского общества знания. Просвестительская акция проходит с 1 по 9 сентября по всей России при поддержке федеральных министерств. В роли лекторов выступают известные государственные и общественные деятели. В Самаре экспертом стала глава города Елена Лапушкина. Она провела ребятам экскурсию по зданию администрации и обсудила с ними планы по развитию мегаполиса. Подробнее расскажем в сюжете. Восьмиклассник Тимур Курбанов самый юный на встрече самарских школьников с главой города Еленой Лапушкиной. Но он уже точно знает, в какой сфере ему хочется развиваться. в муниципальном управлении. Поэтому не мог упустить возможность посмотреть внутреннюю кухню городской администрации и задать главе города несколько вопросов. Очень понравилась данная встреча. С удовольствием бы несколько раз еще в такой форме встречи провел бы. Набрался опыта. Некоторые вопросы, которые я для себя лично составил, были на них ответы. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась со школьниками в рамках акции «Поделись своим знанием» Всероссийского общества «Знания». Эти ребята проявили себя в школьном самоуправлении и неоднократно участвовали во всероссийских конкурсах и форумах. Общение со школьниками – это отдельная сфера моей деятельности и сфера, наверное, самая радостная и самая перспективная. И, видя глаза вот этих замечательных ребят, в виде их любопытства, в виде их действительно желания творить, развиваться, прямо очень серьезно обнадеживать. Понимаю, что у Самары очень хорошее будущее. Глава Самары провела экскурсию по зданию администрации, рассказала об уникальной архитектуре. Также участники встречи поговорили об истории города, актуальной работе и планах на будущее. Школьники предложили несколько своих идей для реализации и свежий взгляд на некоторые вопросы. Она была очень полезной, потому что было интересно пробовать себя в таких официальных делах и мероприятиях. Как мне, будущему молодому педагогу была очень интересна эта встреча, опять-таки, про развитие и поддержку педагога в нашей области, в Самаре. И мне очень запомнилась эта встреча для будущего. Завершили встречу традиционным фотографированием и вручением памятных подарков. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. Ко дню воинской славы России в Думе городского округа Самара провели необычный творческий конкурс. Его посвятили Бородинскому сражению, которое увековечено в литературных произведениях, кинофильмах и, конечно же, изобразительном искусстве. Какие работы стали лучшими, узнала Александра Гусева. Не зная истории прошлого, невозможно построить светлое будущее. Чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к истории Отечества, Дума городского округа Самара провела творческий конкурс рисунков. Ребята на конкурсной основе под эгидой конкурса «Недаром помнит себя Россия» про День Бородина написали художественные работы. Их было свыше 400 из 117 образовательных учреждений. В конкурсе также приняла участие Донецкая школа искусств номер 6. Было отобрано 30 победителей в разных номинациях. Все участники получили грамоты и призы. Награждение прошло в стенах городской думы. Здесь же состоялась презентация книги, написанной нашим соотечественником Василием Семеновым. Автор произведения «Разгром Наполеона» поздравил победителей. Работы ребят украсили страницы книги-альбома. Молодежный парламент организовал иллюстрированную такую часть этой книги про Бородину. Эта презентация была сегодня, накануне Дня воинской славы. Организаторы конкурса отметили, духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков сегодня необходимо. И вдвойне приятно, когда любовь к родине выражена через творчество. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов в центральной части и юга страны до 16 сентября. В ведомстве уточнили, что не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет продлили в 33-й раз. Первые ограничения ввели 24 февраля. Перевозчикам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Мы помним, мы гордимся. На площади Славы в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, провели патриотическую акцию «Наш ветеран». Она приурочена к 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В акции приняли участие юно-армейцы и ученики 10-х классов Самарской гимназии. Подробности в материале. Давайте мы постараемся сделать так, чтобы у нас не было Третьей мировой войны. Вы готовы в этом нам помочь? Да! Молодцы! Сегодня площадь Славы похожа на художественный музей в экспозиции 50 портретов красивых и сильных женщин. Все они – жены военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Проект был создан силами Женского совета 2-й гвардейской общевоисковой краснознаменной армии. Мы открыли выставку 2-го сентября и она произвела невероятный курор. И сегодня мы пригласили сюда школьников для того, чтобы показать на собственном опыте значимость семейных ценностей. Что такое, когда тебя ждут дома, как это важно. На площади плечом к плечу стоят юноармейцы и ученики 10-х классов Самарской гимназии. Каждый крепко держит в руке бумажный конверт. Внутри лежит письмо солдату. Чистое, откровенное и трогательное. Но самым главным участником акции стал герой Великой Отечественной Сергей Алехин. С 1941 года он пережил немало. Прошел Сталинградскую битву. На его груди медали за заслуги перед Отечеством. Вспоминая тяжелые годы, ветеран отмечает, какой ценой тогда далась победа. И желает нынешнему поколению никогда не узнать, что такое война. А молодежь, она должна воспитываться в духе той преданности, которую внушали нам наши отцы и деды, чтобы наша родина всегда была чистой, свободной. Акция завершилась церемонией возложения цветов к вечному огню у горельефа скорбящей матери Родине в память о тех, кто стоял на защите страны и отдал жизнь за мирное небо над головой. Александра Гусева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Лед будет гореть в прямом и переносном смысле слова. В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная презентации юбилейной концертной программы «На льду» «Вертикаль времени» Высоцкого. Это уникальный масштабный проект. Впервые авторы решили соединить на одной площадке живое исполнение песен культового барда и творчества фигуристов. Подробности в нашем материале. Его стихи по-прежнему живее всех живых. В ноябре исполняется 55 лет со дня первого концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве. В Самаре в честь барда названа не только улица, но и с недавнего времени обновленный дворец спорта. 26 ноября в его стенах пройдет ледовое шоу «Вертикаль времени» Высоцкого. Это уникальный масштабный проект, аналогов которому в России еще не было. Для жителей города будет очень хороший сюрприз, потому что один из своих участников концерта Александр Эвскляр исполниет песню, которая практически никогда не исполнилась в больших концертах, крайне редко не буду сейчас говорить, что это за песня, но она посвящена в Куйбышеву. В ледовом шоу примут участие именитые фигуристы, а также народные артисты театра и кино Дмитрий Харасьян, Нона Гришаева, Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Никита Высоцкий. Они прочитают стихи и исполнят песни культового барда. Организаторы надеются увидеть на концерте и молодых ребят, ведь жизненные ценности, которые звучат в песнях музыканта и по-настоящему народного артиста и по сей день актуальны. Нам очень важно, чтобы вот к этому творчеству прикоснулись и получили удовольствие наверное не только мы, которые все это впитали, для которых это все очень дорого, но и вот нынешнее подрастающее поколение. В этот вечер воспоминания о Высоцком перемешаны с его фотографиями, фрагментами из биографии. Он будто рядом и заряжает всех своей неисчерпаемой энергией. Я приглашаю вас всех порадоваться за тот день, когда Володю Высоцкому повезло выступать в Сомаре-эстадионе. Встретимся! Ледовый концерт, который пройдет 26 ноября, откроет череду событий, посвященных юбилею Владимира Высоцкого, который состоится в 2023 году. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Самарцев и гости города 11 сентября приглашают отпраздновать День Дружбы Народов, говорится в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Праздник пройдет на этнофестивале наследия народов в этнокультурном комплексе Парк Дружбы Народов. Для гостей и жителей города с 12 часов будут работать тематические площадки концертная, творческая, интерактивная и выставочно-просветительская. На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области. Для удобства жителей 11 сентября с 11 часов до 18.30 будут организованы бесплатные автобусы. Названы условия, при котором русиан могут удержать часть пенсии, сообщает телеграм-канале промышленного района. Это может произойти при наличии задолженностей. Об этом рассказал председатель Президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Пенсия уменьшается на тот долг, который обязан выплатить пенсионер. Однако, если он превышает 50%, то его удерживают частями. Если в этом случае сумма на жизнь составляет меньше прожиточного минимума, нужно обратиться в банк или кредитную организацию, в которой у гражданина долги, и попытаться договориться на более приемлемую выплату. Телеграм-канале Куйбышевского района дает рекомендации родителям школьников о том, как уберечь детей от заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Для сохранения здоровья стоит соблюдать ряд несложных правил. В рюкзаке у школьника должны лежать антисептические салфетки или санитайзер. Одевать ребенка необходимо по погоде, отдавая предпочтение натуральным тканям, хлопку, шерсти и льну. Необходимо внимательно следить за самочувствием ребенка. И при малейших признаках ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача. До 1 декабря этого года выпускники Самарской области могут подать заявление на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Информирует в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Она полагается выпускникам образовательных организаций региона и города, которые получили аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступили в ВУЗы. Оформить выплату можно онлайн через социальный портал www.supremo63.ru или в отделении социальной защиты населения по месту проживания выпускника. Самаргиз запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы и сегодня выясняем, какую мобильную операционную систему используют наши подписчики на своих смартфонах. 63% проголосовавших ответили, что используют Android, 35% – iOS. Вы тоже можете принять участие в опросе или оставить свой комментарий в телеграм-канале Самаргиз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...